Всех приветствую, друзья! Сегодня посмотрим, из чего состоит Темсовский амортизатор задний от автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 120 Наконец-то я взял и распилил амортизатор оригинальный Хотелось все это дело сравнить с Коябой, которая поставляется у нас на вторичный рынок Но пока на Коябу я еще денежек не накопил И в достаточном объеме подписчики пока, к сожалению, еще не скинулись, так сказать, на распилочные мероприятия Собрал я примерно около 3000 рублей на все про все, но сам амортизатор в оригинале стоит больше 10 тысяч рублей Связался я с представителем Кояба Россия, попросил предоставить амортизатор, в общем, они мне отказали сославшись на то, что амортизатора у них свободного нету для таких целей и что я страдаю ерундой и, скорее всего, амортизаторы должны быть внутренние генетичные хотя подтвердить эту информацию они не смогли сказали, что такой информации они не владеют В общем, из чего состоит у нас оригинал получается сам корпус внутри корпуса основной цилиндр на данном цилиндре вот так вот смонтирован клапан перепускной никаких пружинных элементов здесь нету в обычном понимании все пружины у нас и клапанные механизмы построены на пружинных шайбах вот такие вот шайбы комплекты они у нас пружинят и задают определенные характеристики самого амортизатора то, что касается пыльника верхнего выглядит он вот таким вот образом наш шток все это дело монтируется с помощью резьбы то есть шток вкручивается вот в этот пыльник и фиксируется гайкой вот она, фиксирующая гайка все сделано на фиксаторе резьбы бывает иногда вот этот колпак кожух разбалтывается и начинает греметь я так предполагаю что у нас ослабляется вот это резьбовое соединение сверху у нас монтируется вот такой вот сервопривод примерно он аналогичен тому, что мы видим на передних амортизаторах соответственно когда у нас рвутся провода данный амортизатор хороший в теории можно все это дело вот так вот аккуратно отпилить по сварке примерно по середине сварочного шва единственный момент сильно не пилите потому что вот я вглубь сильно болгаркой ушел соответственно а сама толщина корпуса примерно миллиметра 3 два с половиной поэтому для начала пилите глубину на 2-3 миллиметра и пробуйте его отсоединить потом перепаиваете провода все это дело устанавливаете назад и провариваете насколько все это будет удачно неизвестно но попробовать можно у нас вот сюда что касается самой регулировки жесткости ей заведует получается у нас вот этот рабочий шток в нем мы видим отверстие и внутри у нас есть регулировочный элемент если мы будем его вращать соответственно у нас будут изменяться диаметры диаметры перепускных каналов так сейчас попробуем вот я его вращаю и можно видеть что каналы у нас получаются меняются сейчас я зажму это все в тиски чтобы покрутить и мы посмотрим отверстия у нас кстати симметричные поэтому когда мы крутим регулировочный шток он у нас просто вращается по кругу поэтому какого-то конкретного положения штока при монтаже такого глобального его не будет так ну давайте покрутим вот он у нас тут регулировочный элемент получается вот так я могу предположить что это будет максимально мягкий режим и когда мы начнем шток вращать у нас будет проходить изменение сечения вот здесь вот маленькое отверстие начинаем вращать получается раз тут перекрылось а здесь вот такие полосочки две у нас заужает сечение ну и максимально жесткий режим я так подозреваю когда у нас все это дело вот так вот перекрыто тогда весь поток жидкости основной у нас уже начинает идти через рабочий клапанный механизм который состоит из набора получается вот таких вот получается у нас поршень который ходит внутри рабочего штока на него базируются вот такие вот пружинные элементы и я так понимаю что количество как раз этих пружинных элементов и будет определять как у нас амортизатор отрабатывает на неровностях на мелких и на крупных соответственно интересный вопрос возник отличается ли амортизатор который делает каяба на вторичный рынок от оригинала а чтобы понять его надо распилить и сравнить вот этот набор будет совершенно одинаковый с оригиналом либо все-таки на каябе вот этот именно сам клапанный механизм будет упрощенной конструкции то есть если на тойоте мы видим большое количество шайб пружинных которые сориентированы в определенной последовательности и отличаются определенной жесткостью то вариант на каябе может отличаться отсутствием например некоторых вот этих элементов то есть их может быть меньше либо больше либо они по жесткости будут другие либо вот этот сам клапанный механизм вот эти основные рабочие поршни будут отличаться по отверстиям то есть этого ничего мы не знаем поэтому определить стоит ли брать каябу или оригинал остается большим вопросом производитель молчит все молчат пока не распилишь сам ничего не узнаешь просто есть подозрение у меня что каяба не зря стоит в два раза дешевле с лишним все-таки может быть там вот этот именно клапанный механизм будет упрощен и на определенных режимах движения например мелкая какая-то гребенка автомобиль будет вести себя хуже по ощущениям но я могу ошибаться чтобы эту теорию подтвердить надо взять и распилить каябовский амортизатор если у кого-то вдруг такой амортизатор есть буду признателен и благодарен если вы мне вышлите для распила именно не оригинальный а каябовский оригинал у меня для распилки вот уже есть в описании также я оставлю карту сбера кто хочет помочь в этом деле вот буду признателен можете отблагодарить на карту сбербанка соответственно как я наберу нужную сумму я куплю просто каябовский амортизатор и его распилю с прошлого раза я собрал примерно 3000 рублей сумма небольшая собрать нужно около 11000 то есть примерно еще если 7000 мы дособерем то ребята я гарантирую что эти деньги пойдут на именно покупку каябовского амортизатора и его распил то есть никуда денежки не краятся они копятся и как только нужная сумма наберется мы увидим в распиле каябу и соответственно вот этот глобальный заговор производителей мы с вами раскроем есть разница либо нету разницы стоит переплачивать за оригинал либо не стоит распилим посмотрим узнаем благодарю всех за внимание друзья всем желаю удачи счастливо спасибо